Русская служба новостей Положительные результаты и много соискателей состоялось первое заседание конкурсной комиссии по реализации целевой программы Минсельхоза В Министерстве по налогам и сборам подвели итоги деятельности за 2022 год На общевойсковом полигоне Министерства обороны на Гвало проводится тактико-специальные учения, в которых отрабатываются новые методы и способы корректировки огня артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений За ходом учений наблюдали главнокомандующий вооруженными силами Аслан Бжане, вице-президент Бадра Гумба, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совбеза Сергей Шамба Сегодня на одном из полигонов Министерства обороны было продемонстрировано применение беспилотных летательных аппаратов в современном общевойсковом бою С применением разных видов вооружения, а также мотострелковых подразделений Генеральный прокурор Атгур Агрбов в порядке законодательной инициативы направил в парламент проект новой редакции закона о прокуратуре Республики Абхазия Предлагаемый проект разработан в целях совершенствования механизмов деятельности прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории Республики Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства на 2023 год По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, за два года программа показала хорошие результаты Растет количество крестьян, заинтересованных в участии в проекте На реализацию данной программы в этом году из государственного бюджета выделено 100 миллионов рублей В целом программа прижилась, она получила положительные результаты, исходя из того, что очень много соискателей у нас сегодня на эту программу от жителей Абхазии с разных сел у нас появляются и имеются И мы пока вот как тяжело уже регулировать эти проекты по направлениям, потому как их много Но хочу сказать, что те изъяны или какие-то недоработки, вот из опыта двух лет мы должны немножко доработать Это имеется ввиду при принятии проектов, при отборе проектов, при исследовании на соответствии этих проектов в нашей программе И вот настолько мы сможем оперативно поработать и побывать на местах, наказать помощь Это не значит, что какие-то проекты мы должны просто так вот отказать, сказать, что они не соответствуют программе или что-то Но подсказать, объяснить людям, которые хотят участвовать в этой программе, именно по сельскому хозяйству Я думаю, что мы просто обязаны от нашей работы зависеть, насколько мы сможем в дальнейшем просить, требовать или говорить о увеличении средств на освоение данной программы В 2021 году был одобрен 91 проект на общую сумму 77 миллионов 483 тысячи 683 рубля В 2022 году у нас было одобрено 162 проекта на общую сумму 76 миллионов 811 тысяч 404 рубля То есть вот это количество и на эту сумму проектов было одобрено и реализовано за двухлетний период Это растеневодство, это животноводство и это малая механизация, в том числе переработка тоже В общественной палате Абхазии обсудили проблемы ДТП и пути их решения На встречу были приглашены первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр внутренних дел Вальтер Бутба и его заместитель Беслан Чкадуа Подробности в репортаже Алики Трапш Ситуация на дорогах Абхазии остается сложной Практически каждый день случаются дорожно-транспортные происшествия Их, к сожалению, не обходится без жертв Основными причинами ДТП остаются управление транспортным средством в состоянии алкогольного и иного опьянения Превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования По данным МВД, за 2022 год совершено 214 ДТП За аналогичный период 2021 года – 180 На дорогах погибли в прошлом году 64 человека, а в 2021 году – 42 человека Всего за 2022 год было выявлено более 84 тысяч нарушений правил дорожного движения Сумма взысканных штрафов составила более 71 миллиона рублей Наблюдается рост погибших ДТП, рост ДТП в целом и получивших различные телесные повреждения Анализ показывает, что наибольшее количество ДТП совершено лицами возраста от 20 до 30 лет На их долю приходится практически 53% из всех ДТП Данная тенденция отмечалась и за аналогичный период прошлого года Количество транспортных средств, состоящих на учете, более 70 тысяч Ежегодно эта цифра увеличивается Штатная численность ГАИ на сегодняшний день составляет 279 человек И нагрузка на сотрудников очень большая Есть проблемы технического обеспечения Так на сегодняшний день вдоль Республиканской автотрассы Из 9 имеющихся камер фото- и видеофиксаций работает только 2 Я просто вспоминаю, как этот период автоматизации происходил Я в Москве проживал, в больших городах Сперва было тоже большое сопротивление населения Пытались как-то избежать попадания под камер Придумывали разного рода инженерные решения и так далее Но в результате стереотипы изменились То есть потихоньку, потихоньку люди приняли уже как это должное И стали ездить более... Нам тоже это надо пережить процесс И в этой связи мы пошли, пытаемся найти решение в следующем Камеры бэушные, у них там есть ресурс Они их, как его, списывают Но она достаточно работоспособная И она имеет там свои гарантии при определенном подходе правильном Они можно их купить в пределах от 250 тысяч до 300-350 тысяч В зависимости от его состояния Ну, наверное, где-то я буду об этом говорить И хотел бы поддержку получить Что, наверное, мы таким путем пойдем Потому что нас не хватит по 2,5 миллиона покупать И тем более, еще вам скажу, стабильный свет Я камеру поставил, я к нему должен ресурс поставить И так далее, и так далее Ну, мы с этим всем сталкиваемся На встрече также говорилось о необходимости Обязательного растонирования передних лобовых стекол автомобилей Для минимизирования ДТП И, конечно же, необходимости пристегиваться Как водителю, так и пассажирам Вальтер Будбе также сообщил, что автошкол В которых процент сдавших экзамен на получение водительских прав Ниже 60% будут отзывать лицензию на обучение Министр отметил, что данное постановление уже издано Членов общественной палаты интересовало, какие, по мнению министра, необходимо предпринять меры для сокращения ДТП Что мы можем сделать сегодня из того, что мы имеем У нас мы все основные причины ДТП со смертельным исходом Мы уже определили, они ясны Для нас всех понятно Скорость Да, скорость в основном И, если научно говорить, это обеспечить реакцию, реагирование человека на обстановку на дороге Теперь что мы можем для этого сделать В первую очередь, чтобы сбить скоростной режим на дороге Ну, сбить его ниже, сделать приемлемым для нас Для этого нужна просто автоматизация Это установление камер, безусловно Нет альтернативы, это уже и мировая практика показала В этом направлении мы уже предпринимаем шаги Как вам известно Вторая проблема, это пианка Пианка, это непосредственно человеческий фактор Никакая камера не определить Тут, наверное, нужно нам усилить нашу работу Усилить, в том числе, общественную Это как само собой Да, да И третья проблема, ну, нужно Тут мелочей нет Что мы можем сделать Можем же мы действительно Вот такой посыл послать И требования ужесточить Это в части обязать всех пристегиваться Ремнями безопасности Мы собираемся и штрафы, но убежден, что одними штрафами такие проблемы не решаются Члены общественной палаты также высказывали свое умение по поводу решения ситуации с ДТП Сократ Джинджули считает, что во всех случаях должен действовать основной принцип неотвратимости наказания Мы должны помнить принцип, основной принцип неотвратимости наказания Знаете, это и в уголовном, значит, праве, это и в административном Везде, где хотите, так сказать Самое главное, в государстве, во всех структурах, везде и всюду должен действовать этот принцип Вот там, где наказывают, мы же стараемся как-то не нарушать За границей Где-то мы ведем себя по-другому, так сказать А у себя все позволено Сегодня все набросились, извиняюсь за это слово, на милицию Ничего она не решит одна Первый вице-премьер Беслан Джопа отметил тот факт, что зачастую в нашем обществе люди приобретают автомобили, которые не в состоянии обслуживать Приобретая высокоскорбные машины, мы не всегда можем обеспечить их необходимым техосмотром или обслуживанием Это касается и резины, к которой мы не обращаем внимания У нас уже 38% автомобилей с правосторонним движением, это имеются в виду легковые машины, имеются в употреблении наших граждан А участники ДТП, по вашим данным, более 50% именно являются эти машины Члены общественной палаты и представители правоохранительных органов пришли к мнению, что ситуация с ДТП является не только ответственностью МВД, но и самих участников дорожного движения Поэтому необходима совместная работа ответственных структур и общественных институтов Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение Исполняющим обязанности начальника УГАИ МВД назначен Родик Базба Министр внутренних дел Вальтер Бутба представил коллектив управления госавтоинспекцией нового руководителя Родик Базба более 20 лет в системе МВД Что касается бывшего начальника УГАИ Батала Агрба То, как сообщил Вальтер Бутба, он продолжит службу в системе МВД в качестве помощника министра Репортаж пресс-службы ведомства 3 февраля министр внутренних дел Вальтер Бутба представил коллектив управления госавтоинспекцией МВД Абхазии Исполняющего обязанности начальника УГАИ МВД республики Родика Базба Честно сказать, моя личная оценка, что вы достаточно большой объем выполняете Но сегодня этого мало, надо собраться К сожалению, нашу деятельность оценивают по статистике Работу мы сделали большую, а статистику не удержали Слишком много людей погибло на дорогах Сегодня мы вам представляем нового начальника УГАИ Убежден, что вокруг него вы также встанете, поддержите его И на самом деле, как говорится, когда будет результат хороший, хвалит двух всех Когда результат плохой, попадает один руководитель Требования растут И от вас я требую просто усердия и добросовестного отношения к работе Министр внутренних дел Республики Абхазия Вальтер Бутба пожелал успехов новому руководителю ГАИ Отметив, что требования к деятельности ведомства будут расти Министр проинформировал, что Батал Агрба, занимавший эту должность ранее, остается в системе МВД Он также пожелал успехов Родику Басба в нелегкой работе С моей стороны, что я хочу сказать, спасибо большое за доверие, которое сегодня глава государства, руководство МВД мне дало Я думаю, совместно с моими коллегами, сотрудниками ГАИ, начальниками ГАИ, мы постараемся не подвести вас За слаженную и самоотверженную работу коллектив ГАИ поблагодарил Батал Агрба Большое спасибо, мои коллеги, за ту работу, которую мы с вами не один год проводили, день и ночь И в снег, и в дождь, и в солнце, в обеспечении мероприятий общественных, обеспечении безопасности дорожного движения Дай Бог вам всем здоровья, спасибо за то, что вы были всегда рядом Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, курирующий работу милиции общественной безопасности Подчеркнул, что планка в достижениях и показателях управления госавтоинспекцией поднята довольно высоко Необходимо приложить немалые усилия, чтобы сохранить нынешний уровень, тем более, чтобы его повысить Успеха вам, резюмировал Беслан Чкадуа Высокие показатели и хорошая работа В Министерстве по налогам и сборам с участием вице-премьера, министра финансов Владимира Делба Состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги деятельности за прошлый год Все подробности в репортаже Эсмы Гуландзе В повестке дня итоги прошедшего года В целом деятельность министерства характеризована положительными результатами По всем видам налоговых платежей и территориальных инспекций За 2022 год общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет Возрос до 4,285,000,000 рублей При плане в 3,526,000,000 То есть выполнение составило 122% В суммарном выражении перевыполнение составило 758,952,2,000 рублей Динамика фактических поступлений, налоговых платежей за 2022 год составила 126% Это плюс 886,306,7,000 рублей В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года На 1 января 2023 года на налоговом учете состоит 5060 юридических лиц В прошлом году встало на учет 529 юрлиц В том числе прошедших перерегистрацию Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет От юридических лиц в 2022 году составил 3,489,162,1,000 рублей Динамика по сравнению с 2021 годом составила 124% За 2022 год проведено 368 комплексных и 521 тематическая налоговая проверка По результатам проверок установлено нарушение налогового законодательства Предъявлено к уплате 425,728,5,000 рублей На 1 января 2023 года на налоговом учете состоит 14127 индивидуальных предпринимателей За прошедший год на налоговый учет встало 1445 ИП Общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет От деятельности индивидуальных предпринимателей и физических лиц За 2022 год составил 795,891,2,000 рублей Динамика по сравнению с 2021 годом составила 139% Управлением налогового обложения физических лиц и отделами на местах Было проведено 50 документальных проверок По результатам проверок установлено нарушение налогового законодательства И предъявлено 18,1,6,000 рублей Министерство по налогам и сборам тесно сотрудничает со службой судебных исполнителей За 2022 год в службу было направлено 255 материалов На сумму более 300 миллионов рублей И взыска на более 87 миллионов Также была проведена работа по улучшению технической базы К примеру, в 2022 году был разработан и внедрен модуль учета контрольных мероприятий Отчеты, разработанные на основе модуля Значительно упростили работу по сбору информации по контрольным мероприятиям Данные отчеты позволяют анализировать степень загруженности И процент эффективности работы сотрудников налоговых органов При проведении контрольных мероприятий Была разработана программа для приема декларации в электронном виде Данная программа позволила полностью исключить прием документов на бумажном носителе Автоматизировала процедуру публикации на сайте МНСРА Ряда показателей из деклараций А также дала возможность предоставить доступ к полной декларации сотрудникам Ряда органов, ответственных за проверку деклараций За период декларирования 2021 года число организаций, предоставивших свои декларации, возросло Проводя сравнительный анализ с этапом декларирования 2020 года и 2021 года Хочется отметить, что в 2020 году количество организаций, предоставивших свои декларации Были в количестве 192 организаций А на отчетный период 2021 года это количество составило 367 организаций На наш взгляд это обусловлено тем, что проходила соответствующая уведомительная работа Конкретно по организации Итоги совещаний и в целом деятельности министерства за прошедший год Подвел вице-премьер министр финансов Владимир Делба Работа продвигается, показывает достаточно высокие результаты Мы наблюдаем уже несколько лет подряд темпы роста поступлений налоговых платежей в бюджет Несомненно, там повышается и результативность работы деятельности министерства И эффективность деятельности В этой связи хотелось бы сказать, что обращая на это внимание Нельзя не предпринимать усилия по совершенствованию налогового законодательства Которым занимается активное министерство по налогам и сборам С этого года материально-техническое обеспечение системы министерства Значительно изменилось Мы полагаем, что результаты будут еще лучше Ну и как правило доклады, которые сегодня мы заслушивали Они являются главным источником информации об общем состоянии системы налогообложения Законодательства налогообложения, направлений в этой системе Работа с налогоплательщиками Это, наверное, ключевой фактор и ключевой аспект деятельности министерства по налогам и сборам Надеемся, что в таком же ключе, как и в 2022 году Вся система будет работать и дальше С начала нынешнего года МНС планирует усилить контроль за неуплаченными налогами Для достижения еще больших результатов работы По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам и инспекции по городу Сухум и районам За январь сего года в бюджет республики поступило более 247 миллионов рублей при плане 185,8 миллионов Выполнение составило 133 процента Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей 61,4 миллиона рублей Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 135 процентов Что в суммарном выражении равно 63,8 миллионов По итогам за январь 2023 года объем начислений таможенных платежей составил более 183 миллионов рублей План за январь выполнен на 111 процентов, сообщается на сайте ГТК В сравнении с январем прошлого года в текущем периоде Объем начислений таможенных платежей увеличился более чем на 49 миллионов рублей 17 мая в Сухуми планируется провести форум Global Abkhazia Приуроченный к 30-летию образования Министерства иностранных дел, сообщает медиа-центр МИД В работе форума примут участие гости из различных стран В рамках форума пройдут тематические сессии, которые будут посвящены сотрудничеству Республики Абхазия с постсоветским пространством, Ближним Востоком, Латинской Америкой, другими регионами По поручению министра иностранных дел Хинала Арденба создана рабочая группа по организации форума С введением ограничений в подаче электроэнергии участились и отключения питьевой воды Это связано с отсутствием электроэнергии на насосных станциях или с низким напряжением в сети Рассказал в интервью нашей программе главный инженер водоканала Мираб Анкваб Сухумский водоканал полностью зависим от электроэнергии У нас нет самотечных линий с Кумисты или Скадора Мы всю воду добываем со скважин электронасосами Второго порядка насоса подъема, эти насосы мы перекачиваем в город И поэтому, если нет напряжения, и не просто напряжения, а достаточного напряжения Потому что там стоит импортное оборудование Там датчики стоят, такие вот чувствительные Если его не хватает, он не включается, это оборудование И вот, если достаточного оборудования не будет, мы не можем запуститься А если мы не сможем запуститься, значит в город будет ограничена подача воды Мы, когда люди нам в диспетчерскую звонят, и диспетчер, и мы, кому бы ни обратились Мы им, в общем, стараемся досконально, доходчиво объяснить вот эту ситуацию Потом люди обижаются, что вот в 7 часов дали, предположим, а у нас уже 10 часов до сих пор воды нету Вот свет дали, за время остановки эта вода вытекла с этих труб И пока соберется вода со скважин, когда наберется, пока запустится И пока вся линия, вся сеть опрессуется, проходит часа 3 Это от момента запуска, предположим, насосного агрегата И до появления воды на самом высотном здании последнего этажа Вот это часа 3, как минимум И то, если нету в промежутке, нету отключений или перебоев с электроэнергией Вот я еще раз хочу повторить, потому что вот не просто электроэнергия нам нужна Нам нужна хорошая электроэнергия, достаточная, чтобы... То есть это 10 кВ, которые нам нужны, чтобы запустить наши насосные агрегаты И в завершении выпуска о погоде По сообщению для медцентра, в выходные дни 4 и 5 февраля на территории Абхазии Ожидается облачная погода с прояснениями В субботу дождь разной интенсивности, местами дождь с мокрым снегом В горах снег, в воскресенье преимущественно без осадков Температура воздуха ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 2, плюс 7 Температура морской, воды плюс 9 На этом наш выпуск завершен Я с вами прощаюсь Абхазское телевидение продолжает свою работу Абхазское телевидение продолжает свою работу